Музыка народа. С 3 по 21 февраля в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет фестиваль чувашской музыки. Что ждет ценителей, расскажет Юлия Важенина. Лучшие классические произведения чувашских авторов ежегодно звучат в стенах театра оперы и балета. Фестиваль национальной музыки для республики стал уже традиционным. На этот раз он откроется необычно гала-концертом. Фрагменты опер, оперет, произведения классиков Чувашии и современных композиторов. Все это прозвучит на открытии фестиваля. Столкнувшись с музыкой чувашской, я настолько был поражен качеством этой музыки. Как отдельная миссия, я сейчас начинаю пропагандировать эту музыку и за пределами республики. Запланировано уже исполнение отдельных произведений в других регионах. Что я считаю очень важным, поскольку я считаю, что люди должны знать лучше, что есть в культуре нашей большой необъятной Родины. В программе фестиваля самые яркие спектакли. Одна из них – шавармань. Кстати, именно с нее началась когда-то история Чувашского оперного театра. Она стала его визитной карточкой. Мы с удовольствием проводим фестиваль Чувашской музыки. И он действительно развивается, потому что кроме тех спектаклей, которые идут в репертуаре театра, всегда концертная программа и интересная программа. Причем каждый раз она не похожа на предыдущую, потому что концепция программы не повторяется. Зрители увидят оперную классику Нарспи Григория Хербю. Обязательно будет и балет с арпеге, который танцует уже почти 50 лет. И долгожданная премьера «Атила. Возрождение легенды» на музыку Чувашского композитора Андрея Галкина. Национальный спектакль с элементами народной хореографии и стилистическими костюмами уникален по своей сути. Миф о герое-богатыре представлен в эпосах многих народов мира. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.